Женя Анисимова, можно ли после выполнения практики чтения мантры смотреться в зеркало? Конечно, да это нужно делать. Подходите, говорите, ай, какая красивая, и волосики красивые, и губки красивые, и шейка красивая, и ручки красивые, и так красивые, и сзади красивые, и ножки красивые. Вот так посмотрите на себя, и сглазите себя красотой, и будут вас мужчины видеть, и будут говорить, ну вот и здесь красивые, и губки, и глазки, и ручки, и ножки, и с этой стороны, и с этой. Вот вам и готова эзотерическая практика. Рикрия Мосяшвили. Мой вопрос следующий. У меня есть 4-месячный ребенок, когда я беру в руки, иногда такие странные ощущения боли появляются в ногах, с коленей вниз я готова упасть. Вокруг ног, внешне я чувствую какую-то необносимую вибрационную боль. Подскажите, это у вас, скорее всего, невралгия, либо же листос, протрузия, или даже грыжа, скорее всего, грудного отдела. Потому что в ровном состоянии эта компрессия не происходит, и как только вы начинаете поднимать руки, у вас происходят компрессионные вот такие сдавливания. Мой совет, что можно делать для того, чтобы это все исчезало. Вот так вот руки в замок, и вот так вот локти назад, и голову вверх, на вдохе оттягивайте, находите время, чтобы вот так стоять. Или берете за какую-нибудь мебель и наклоняетесь вперед, чтобы растягивать немножечко, делаете спинку дугой, ноги ровные, чтобы у вас спина выгибалась вот так. И делаете это каждый день, там по одной-две секунды, но очень часто это полностью восстановит вам циркуляцию крови у вас, позвоночники, вот таких состояний не будет. Из препаратов моей компании это не связано с эзотерикой совершенно, но уж точно не связано с 4-месячным ребенком. Это связано с вашими проблемами. Видимо, тяжелый вес, видимо, поднимаете ребенка, видимо, где-то происходит ущемление нервных окончаний, корешков, и происходят вот такие тяжелейшие неврологические сложности. Эзотерический совет. Обмотайте поясницу зеленой ниткой, завяжите на 38 узлов, носите на себе несколько месяцев для того, чтобы позвоночник вылечить.